Отток населения из Армении продолжается. Причиной же эмиграции жители называют плачевное социальное положение, которое усугубляется день ото дня. Ряд населенных пунктов страны уже находится на грани полного исчезновения. Ряд населенных пунктов в Армении находится на грани исчезновения. Жители бьют тревогу. Власти страны забыли об их существовании. Нет питьевой воды, электричество отключают чуть ли не каждый час, а газа и вовсе никогда не было. Здесь практически не осталось молодых людей. Все убежали. Бежали, куда глаза глядят. Здесь нет рождаемости, потому что населения самого тоже нет. Все уехали из-за социальных проблем. Никаких условий. В местную школу ходит лишь одна единственная девочка. Это не место для проживания. Мы люди, а не животные. Здесь ничего нет. Мы просто существуем. Власти интересуются нами только перед выборами. Приходят сюда для собственной рекламы. Раздают жалкие семь драмов. И на этом все. Позор. Если раньше из крана текла мутная и ржавая вода, то сегодня ее вообще не отжалуются жители Армении. Нехватка поливной воды создают очень серьезные проблемы и для сельскохозяйственного производства. В этом году проблемы особенно усугубились. Многие сельчане остались без доходов. От меня пахнет навозом. Жена постоянно гонит с порога. Мне стыдно признаваться, но дома меня заставляет спать на полу. Мы уже несколько месяцев так ругаемся из-за отсутствия воды. Это не деревня, это пустыня. Нет воды, нет работы, ничего для жизни нет. И у нас дома скандал за скандалом. Домашние жалуются, что от меня дурно пахнет. Жена вообще предложила мне перебраться в свинарник. Это же позор для всей страны, что граждане так мучаются. Нам нужно мыться, хотя бы одежду стирать. Нет здесь никаких условий. Вот поэтому все покидают страну. Так и с ума сойти можно. Жители населенных пунктов Армении отмечают, что несколько раз обращались в соответствующие структуры за помощью, но так и не получили ответа. Выходом из ситуации они видят в миграции страны. Шамистам Амедов, Сибиси.